Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня я хочу вам показать 6 моих любимых книг, которые помогут вам с изображением фигуры, фэшн-иллюстрацией. И некоторые из этих книг я использовала в институте, когда еще сама училась на дизайнеры одежды. И вот эта первая книжка, она у меня была с самого начала, это про рисунок фигуры для модной индустрии. Это у меня уже очень старое издание, я искренне надеюсь, что наверняка вышло новое. К сожалению, не смотрела, то есть это 2005 год, не смогла ее найти. Поэтому, если вы ее где-то сможете найти и купить, прям рекомендую. Здесь очень похоже на то, как видите, все двигается. И в принципе, моя идея с движущимися куколами, она совершенно не новая. Здесь все то же самое. Показано, как рисовать лица, как рисовать фигуры в разных пропорциях. Как рисовать, соответственно, народ и так далее. Все пропорции головы, разные типы причесок. Особенно много здесь уделяется внимания рукам, потому что руки достаточно сложные для рисунка. Ноги, для того, чтобы они у вас не были такими веточками. Здесь вот показано, да, и с анатомической точки зрения, и с точки зрения тени, пропорций. В общем, книжка вообще очень классная. И если у вас есть желание порисовать, поучиться, можно прям ее брать. Смотрите, принципы построения пост. Просто покопировать для того, чтобы все вот эти пропорции, все, что здесь есть, обязательно покопировать. И у вас будет просто набиваться рука. Рисовать, конечно же, классно от руки. И желательно пробзать фломастер, чтобы вам ничего не забыло стирать. Постоянно вот это все отрисовывать. И какие-то элементы здесь тоже показаны. Как рисовать складочки, как рисовать воротники. В общем, очень много всего разного интересного. Книжка действительно станет вашим верным помощником. Еще одна книжка по рисунку фигуры. Это уже более современное издательство «Промопресс». Еще все книжки практически, которые я показываю на английском. Потому что у них традиционно более качественное издание в этом вопросе. Эта книжка тоже по рисунку фигуры. И что мне здесь всегда очень нравится. Во-первых, большая-большая основа. И показаны с точки зрения скелета, с точки зрения мышц. Здесь есть фотографии. То есть они не просто рисуют, а еще показывают фотографии того, как это реально смотрится, как это все делается. Для понимания анатомии, для понимания основ именно движения человека, тела, данная книжка станет просто прекрасным подспорьем, если вы хотите действительно этот вопрос глубоко изучить. А потом там есть еще по лицу часть. И можно еще сделать стилизацию. Здесь тоже показано, как делать стилизацию. Кстати, тоже включены, вот смотрите, складки. Как, например, будут формироваться складки на рукавах, как будут распределяться теневые все эти аспекты на цилиндрах и так далее. Как рисовать разные фактуры. Все тут есть. Ну и будут стилизованные девчонки уже, когда вырабатывается у вас авторский стиль. Вот такая книжка. Это современная. Их можно легко приобрести. Еще одна книжка. Это Fashion Illustration. И книжка написана иллюстратором дома Versace. Точнее, написано будет сказать не совсем верно, она скорее нарисована. В ней собрано, так же, как и в других книжках, рисунок фигуры. Притом, смотрите, сразу в фотографиях дано, какими материалами пользовался автор для того, чтобы нарисовать ту или иную фигню. Разобраны разные типы лиц, разные варианты волос и цвет кожи. То есть можно это все проработать. И дальше уже пошли художественные эскизы и технические эскизы. Ну, не стопроцентно технические, да, но он очень похож на более реальную пропорцию. Потому что все остальное сделано на длиненке. И вот то, что мне безумно нравится в этой книжке, вот эти вот пошаговые разборки того, как рисовать складки, как рисовать различные элементы, вот там пухолики и так далее. То есть книжка в этом моменте просто бесценна. Деним, какими материалами, да, вот клетка. Это явно вот компьютерная, видите, они как бы подрезают на компьютере все. Здесь это все более чем отражено. Как рисовать мех. Складочки тоже. В общем-то, для тех, кто серьезно хочет заняться фэшной иллюстрацией, рисовать эскизы профессионально, эта книжка как один из лучших источников вдохновения. Плюс ко всему, как я всегда говорю, можно покопировать элементы, для того, чтобы понимать, как автор это нарисовал. Здесь все это собрано, все можно сделать. Книжка на английском, хотя иллюстрации в ней намного-намного больше, чем тексты, и в них основная прелесть. Еще одна книжка. Это цвета фэшной иллюстрации. Тоже современное издательство Promo Press. Здесь приятно то, что, во-первых, очень много уделяется внимания именно объемам и распределению теней и всем остальным. Так что можете посмотреть, здесь сделаны куколки. Тоже смотрите пропорции, как удлиняешься, в зависимости, если вы берете художественную фигуру, как она двигается. Тоже вот эти все шарики шармира практически во всех книжках есть. Все вот эти движения присутствуют. Соответственно, здесь сначала основа. Это диджитал, иллюстрация ее кромбитна. То есть она сделана на компьютере. Но название хороша от этого. Если та книжка больше была посвящена рисунку, именно от руки, то здесь есть хороший процесс диджитал иллюстрации. Потом разбирается, что мне тоже очень нравится, цвет по цветовому кругу, разнообразных сочетаний, как цвета соотносятся, цветовые пряды, как происходит гармоническое взаимодействие, что такое книг, что такое оригинал вид, что наверняка насыщенность. Здесь тоже это все разбирается через компьютерное такое видение. А потом в этой книжке будет детально разобрано, как работать с какими материалами и как добиваться того или иного эффекта. Например, вот этот трендер посвящен цветным карандашам, и вы можете соответственно посмотреть, что в этих карандашах есть, как этим можно нарисовать. Потом точно так же посвящено акварельным карандашам, там добавляется эффект размытия акварели и маркера. То есть все самые популярные сериалы в данной книжке собраны, и можно понять разнообразные техники и все остальное, чтобы делать ту или иную иллюстрацию. Тоже очень качественно проработано, здесь много складок, много трапировок, можете смотреть, наслаждаться, с ней вообще получать истинную удовольствие. Вот это принцип построения книжки, вот такая нам содержательная. Еще одна книжка по фэшн-скетчнику, номер пять. В этой книжке основной особенностью для меня, и то, чем она мне нравится, является, что здесь, помимо стандартных женских силуэтов, ну как стандартных, фактически все иллюстраторы рисуют женские силуэты, и это как бы, ну, не на вог. Здесь даны еще и дети. И вот этим она очень цена, дети и мужчины. При этом детки даны прекрасно совершенно. Сейчас их подрастаем, на них все, девочки. Такие макароники удлиненные, потому что это фэшн-рюстрация, фэшн-классика, когда там 10 или даже иногда 12-гол. Здесь я говорю, вот, детки. Детки радостных растов, в хороших пропорциях прям видно, да? То есть вот он там лежал, сидел, пошел. И видите, вот, два года пропорция, два-три года пропорция, три-четыре. Соответственно, детки, когда растут, у них голова становится меньше по отношению к туловищу. И все можно отображать. Вот те, кто рисует детей, книжка станет для вас и те же самые иллюстрации в цвете. А в конце показаны мужчины. Вот они очень детально и подробно тоже все у нас изображены и описаны. Мужчин тоже не у всех получается изображать, но здесь у нас так талантливые и очень красиво, качественно все получается. Вот такая книжка. И еще одна книга, которую я хотела показать, это фэшн-дизайн-курс будет распределяться. Она вообще построена полностью как обучение дизайну. Здесь вот разработки художественных эскизов, технических эскизов, ну, вообще мутбордов, собрания идей. Все-все-все в одном флаконе собрано. Так что вы можете это использовать. Вам это очень-очень пригодится. То есть прям последовательно каждый этап у нас разобран. Вот такая книжка. Тоже здесь я включил технические эскизы, как изображать вкладки. То есть это международная практика, не только мной придуманный вариант. Написана эта книжка профессорами, сейчас я вам скажу, как было университета. Это Парсеновская школа дизайна, то есть это английская. Есть такая же книжка по Сейн Парсенсу. Вот эта книжка очень качественная, очень хорошая. Вот такие 7 технических эскизов, а точнее 6 книжек. Обязательно пишите, какая вам понравилась больше, какую бы вы хотели себе приобрести. У нас есть свой онлайн-магазин, в котором мы продаем эти книги. Вы можете к нам обратиться, что мы вам поможем их подобрать. Все ссылочки и все описания на книжки я оставлю под этим видео, так что вы сможете посмотреть и более детально ознакомиться. На этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Такими материалами. Вот клетка. Это явно компьютерная. Видите, они как бы подрезают на компьютере все. Здесь это все более чем отражено. Как рисовать мех. Складочки тоже. В общем-то, для тех, кто серьезно хочет заняться фэшн-агустрацией, рисовать эскизы профессионально, эта книжка как один из лучших источников вдохновения. Плюс ко всему, как я всегда говорю, можно покопировать элементы для того, чтобы понимать, а как автор это нарисовал. Здесь все это собрано. Все можно сделать. Книжка на английском, хотя иллюстрации в ней намного-намного больше, чем тексты. И в них основная тренировка. Еще одна книжка. Это цвета фэшной иллюстрации. Тоже современное издательство. Промо.ПС. Здесь приятно то, что, во-первых, очень много уделяется внимания именно объемом и распределением теней и всему остальному. Так что можете посмотреть. Здесь сделаны куколки. Тоже смотрите пропорции, как удлиняются в зависимости, если вы берете художественную фигуру, как она двигается. Тоже вот эти все шарики шармира. Практически во всех книжках ей все вот эти движения присутствуют. Соответственно, здесь сначала основа. Это диджитал. То есть иллюстрация ее пронзитна. То есть она сделана на компьютере. Но не менее хороша от этого. Если та книжка больше была посвящена рисунку именно от руки, то здесь вот есть хороший процент диджитал иллюстрации. Потом разбирается, что мне тоже очень нравится, цвет. По цветовому кругу. Разнообразные сочетания. Как цвета соотносятся. Цветовые триады. Как происходит гармоническое взаимодействие. Что такое книг. Что такое RGB. Какие есть насыщенности. Здесь тоже это все разбирается через компьютерное такое видение. А потом в этой книжке подетально разобрано, как работать с какими материалами и как добиваться того или иного эффекта. Например, вот этот раздел посвящен цветным карандашам. И вы можете соответственно посмотреть, что в этих карандашах есть и как этим можно нарисовать. Потом точно так же посвящено акварельным карандашам. Там добавляется эффект размытия акварели и маркера. То есть все самые популярные материалы в данной книжке собраны. И можно понять разнообразные техники и все остальное, чтобы делать ту или иную иллюстрацию. Тоже очень качественно проработано. Здесь много складок, много драпировок. Можете смотреть, наслаждаться и вообще получать истинное удовольствие от этой книжки. Вот такая она содержательная. Еще одна книжка по фэшн-скетчингу. Номер пять. В этой книжке основной особенностью для меня и то, чем она мне нравится, является, что здесь помимо стандартных женских силуэтов, ну как стандартных, практически все иллюстраторы рисуют женские силуэты. И это как бы, ну, не ново. Здесь даны еще и дети. И вот этим она очень ценна. Дети и мужчины. При этом детки даны прекрасно совершенно. Сейчас я подолистаю за них все девочки. Видите, такие макароники удлиненные, потому что это фэшн-изустрация, а в фэшне классика, когда там 10 или даже иногда 12 голов. Здесь я говорю, вот детки. Детки разных возрастов, в хороших пропорциях, прямо видно, да? То есть вот он там лежал, сидел, пошел. И видите, вот два года пропорция, два-три года пропорция, три-четыре. Соответственно, детки, когда растут, у них голова становится меньше по отношению к туловищу. И это все можно отображать. Вот те, кто рисует детей, книжка станет для вас прям незаменимым. И те же самые иллюстрации в цвете. А в конце показаны мужчины. Вот они. Очень детально и подробно тоже все у нас изображены и описаны. Мужчин тоже не у всех получается изображать, но здесь автор талантливый и очень красиво, качественно все получается. Вот такая книжка. И еще одна книга, которую я хотела показать, это фэшн-дизайн-курс. Она вообще построена полностью как обучение дизайну. Здесь вот разработки художных эскизов, технических эскизов, вообще мутбордов, собрания идей. Все-все-все в одном флаконе собрано. Так что вы можете это использовать. Вам это очень-очень пригодится. То есть прям последовательно каждый этап у нас разобран. Вот такая книжка. Тоже здесь включены технические эскизы, как рисовать складки. То есть это международная практика, не только мной придуманный вариант. А написана эта книжка профессорами. Сейчас я вам скажу, какого университета. Это Парсеновская школа дизайна, то есть это английская. Есть такая же книжка по Сейн-Парсенсу. Вот эта книжка очень качественная, очень хорошая. Вот такие семь, а точнее шесть книжек. Обязательно пишите, какая вам понравилась больше, какую бы вы хотели себе приобрести. У нас есть свой онлайн-магазин, в который мы продаем эти книги. Вы можете к нам обратиться, мы вам поможем их подобрать. Все ссылочки и все описания на книжки я оставлю под этим видео, так что вы сможете посмотреть и более детально ознакомиться. На этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok